Видео молодого отца, трясущего коляску с плачущим младенцем, стало предметом жарких дискуссий среди уральцев. Безобразную сцену с папашей, не контролирующим свои эмоции, сняла продавец одной из лавок в торговом центре «Кедр» города Новоуральск в минувшую пятницу. Попав в интернет, видео вызвало жаркие споры среди комментаторов. Одни требовали срочно поднять на ноги опеку, полицию, лишить отца родительских прав. Другие удивлялись святошему вас, что дети никогда не капризничали, или вас эти капризы никогда не выводили из себя. Вероятно, почитав эти бурные споры, герой видео решил выступить с объяснением своего поведения. Да, я немножко переборщил, накричал, поругался, да, ругался, ну, не сильно хорошо. Получилось то, что ребенок около получаса уже кричал. То есть у него, получается, в одной, получается, ноздря была сопля, он не давал ее вытащить. А на голове у него была шапка. И, получается, как бы я ни пытался ему поправить, он не давал этого сделать, и все. Поэтому я попытался поправить один раз, второй раз, он не дается. Поэтому, не знаю, вам показалось, значит, что как будто я его ударил. На самом деле ударов никаких не было. Потому что ребенок не дается, он не хочет, чтобы я ему поправил шапку. Я ему все поправил постепенно. Он от качки начинает спать лучше. Я его покачал, он немножко успокоился. Когда я его копнул вперед, он сразу развеселился, и все. Я увидел, что он нормальный, и все. Мы сразу пошли из торгового центра. Там, во-первых, было жарко. Во-вторых, у меня полные руки. Он кричит. У меня уже нервы сдали. Я ничего ему плохого не сделал. Люди, вот поймите, этого я не делал. Я его просто катался успокоить. Как рассказал Екатеринбургский городской портал Е1, жена мужчины страдает заболеванием органов слуха. Поэтому Новоуральц привык разговаривать громко. Именно поэтому его разговор с младенцем на выходе из пятерочки стал достоянием очевидцев. В их семье воспитывается и старший ребенок, сын 5-6 лет. Несмотря на появившиеся в интернете видео с оправданием, полиция Новоуральска намерена установить личность горожанина и провести проверку условий содержания воспитания детей в этой семье. Процессуальное решение будет принято по результатам этой проверки, сообщает Е1.